Все, что тебя касается, все, что меня касается, все только начинается, это наше все. Ну что, дорогие друзья, всем здравствуйте. Всем здравствуйте, мы рады вас приветствовать на календаре. Сегодня пятница, это первое приятное событие. А второе, а второе приятное событие, что вы смотрите программу «Наше все» и для вас в эфире работают Роксана Кулакова и Илья Зазуля. Вот пятница, да, так хочется добавить, пятница 13, уже саму просится. Но сегодня, Роксана, 17 ноября. И, кстати, ты не зря вспомнила про 13, потому что сегодня в Италии отмечают День защиты черных котов. То есть кто-то их боится. Да, кто-то их боится. А у кого-то это праздник. У кого-то праздник, а праздники нужно как встречать? Праздники нужно встречать дома и с семьей. Если кто-то рассчитывает в ближайшее время обзавидеться жилищем, то вам в помощь наш партнер. И как раз-таки туда, в эту новую квартиру, можно запустить черного кота. Мечта каждой семьи – своя просторная квартира. Строительная компания «Водострой» воплотит мечту в реальность. Квартиры в готовых и строящихся домах в Уссурийске по действительно доступным ценам. Возможно приобретение в рассрочку или ипотеку. Компания «Водострой» – ваш надежный застройщик. Ну что, друзья, напомню, что сегодня, в этот день в Италии, в Италии включается День защиты черных котов. Почему защиты? Просто черных котов. А ты считаешь, защищать нужно только черных котов? Ты считаешь, что в Италии никто не обижает черных котов? Нет, я не была в Италии. Вот, пожалуйста, у тебя есть первая цель, которую надо исправить. Срочно побывать в Италии и защитить черных котов. Ты мне скажи, как, по твоему мнению, нужно отпраздновать этот праздник? Если бы ты живет в Италии. Это хороший вопрос. Друзья, ну пока наш ведущий Илья думает, как он будет все-таки встречать этот праздник необычный, мы узнаем, какие хорошие новости у наших горожан. Решили выйти погулять. Тем более у нас не так часто это получается. Поэтому, в принципе, с хорошим настроением сейчас пойдем в кафе, посидим, еще потом погуляем. У меня все хорошо, рисую. Я почти каждый день рисую, мне это очень нравится. Мне кажется, что не я плохо рисую, но все говорят, что хорошо. Я люблю очень рисовать. И все тоже у меня прекрасно. Я люблю читать стихи тоже Пушкина. И хожу в всякие кинотеатры. Мне все нравится, погода хорошая. Просто класс. Расскажи, какие у тебя увлечения, таланты, чем занимаешься? Я хожу на самбо и на модельное. В хоккей мы играем, охота и увлекаюсь. Любимая книга у меня, ну это, наверное, «Американская трагедия» Теодор Грайзер. Здорово. А есть домашние питомцы у вас? Нет, нету. А хотелось бы? У меня ребенок есть. Да, вот так. Знаешь, Оксана, на что я обратил внимание? На что? То есть мы всегда работаем в парах. Обычно я веду с Андреем Козинским в это время. Он сейчас, кстати, на сессии. Но что объединяет и тебя, и Андрея, это то, что у вас на каждом эфире очень хороший качественный макияж. Мне кажется, Андрей очень сильно обидится. Не всегда одинаковый? Ну, я не передам ему эту шутку. Оксана, если бы это была шутка? Ну, знаешь, если половину твоего комплимента я могу за нее поблагодарить, за вторую, конечно, не очень. Спасибо тебе большое, правда. Очень приятно. Ну, много ли у тебя время уходит на то, чтобы создать свой образ? Ну, поутру как минимум 30 минут для того, чтобы сыграться. Андрей, ты, правда, скажешь, побыстрее. Тогда возникает вопрос, ты наблюдаешь за Андреем, когда он красится? Какие-то у вас странные увлечения, ребят. Он просто делает его не с утра, а исключительно перед эфиром. Перед эфиром. Ну, честно, сложно. Или ты уже, знаешь, ну как, ты на автомате красишься просто... Ну, конечно, уже на автомате. Для меня, как человек, который, откровенно говоря, плохо рисует, и у меня есть даже проблема, чтобы провести прямую линию. Это загадка, да? Я поизденность этой дорожки иду. Поэтому для меня, конечно, я вообще не понимаю, как рисовать, ты еще не видишь в зеркальном отражении, но это действительно так прям... Это филигранно, я должен был сказать. Я просто... ладно. Для всех, кто увлекается макияжем, для женщин, которые... Кто хочет это делать филигранно, как урожает Александр. Мы будем делать филигранно, и для нашего соведущего Андрея Козитского следующая рубрика «Наш мейкап». Всем привет! С вами снова я, свадебный стилист-визажист Надежда Прадо. Сегодня мы с вами поговорим на такую тему, как цветотип. В гостях у меня модель Наталья. У нее светлая кожа, светлые волосы, поэтому мы будем делать макияж с выразительными глазками. Начнем мы, как обычно, с очищения кожи. Приступаем. Очищение кожи – это неотъемлемый этап перед макияжем. Остальная последовательность может быть на усмотрение визажиста. Сегодня я начну с бровей. После бровок я перехожу к оформлению глаз. Беру свою любимую базу – мак. Наношу на все подвижное веко. Если вы плохо нанесете базу, естественно, точно так же лягут и тени. Сегодня я вас познакомлю с такими тенями, как Colorpop. У них такая интересная упаковка. Это кремовые тени. Беру свой любимый цвет с золотистым оттеночком. Накладываем на все подвижное веко. Тени можно накладывать кистями, но мусовые тени я бы рекомендовала накладывать пальцем. От пальца они нагреваются и хорошо кладутся на все подвижное веко. Теперь нам нужно затемнить уголок. Для этого я беру палеточку ТАРК и вот такой цвет нового пицца. Между подвижным и неподвижным веком в орбитальную складку захожу и очень хорошо тушую. Больше выразительности нам дадут черные тени. Для закрепления эффекта я еще раз продублирую наши золотистые тени. А сейчас мы будем делать акцент на межресничном пространстве. Для этого я беру жидкую подводку Inplot в рум. Не жидкую подводку, а вот такую. Обязательная часть макияжа – это высветление хайлайтера в зоне под головкой. Переходим к нижнему веку. Глазки наверх. Прорабатываем его тенями. Сегодня я вам покажу, как использовать кисточку в форме грабелек. Эта кисточка хороша тем, что мы можем подобраться прямо к корням наших ресничек. Завершающим этапом в макияже глаз будут наши реснички. Итак, наши реснички готовы. Пока они сохнут, мы будем делать тон лица. После нанесения тональной основы мы используем скульптор. Какой вам понравится? Этот, этот или этот? Я буду использовать все три. Вот таким вот движением. Иногда у нас у женщин бывают такие неприятности, как попроснение или же прощики на нашем лице. Как их удалить? Его можно нейтрализовать либо зеленым корректором, либо плотным маскирующим средством. Итак, когда мы используем зеленый корректор? Мы его используем до нанесения тональной основы. Когда мы используем такие средства более плотного, но такого же цвета, как тональная основа, мы можем использовать их и после. То, что делаю я и сейчас. Поскольку в нашем макияже акцент выпал на глаза, губы мы накрасим просто блеском. Ну вот, наш макияж и готов. Сегодня у нас получился очень яркий, насыщенный макияж. Ну что, друзья, это были... Преобразили модель. Это были советы от Надежды Прадо. Да. Визажиста. Визажистка уже. Ну что, дорогие друзья, у вас будет сейчас время немножко заполнить все. Возможно, даже опробовать на себе, либо на своем близком. Поэтому, друзья, мы с вами прервемся на небольшую рекламу. Совсем скоро вернемся и продолжим. Дорогие друзья, уважаемые телезрители, еще раз здравствуйте. С вами программа «Наше все». И в студии для вас работают ведущие Роксана Кулакова и Илья Зазуля. Всем здравствуйте. 13 ноября весь мир отмечает День слепых. Эта дата призвана обратить внимание на проблемы людей со слабым зрением или потерявших его. Ну, вы знаете, такой выбор даты, конечно же, не случайный. Именно 13 ноября родился известный француз Валентин Гави, педагог, основавший школы слепых в Париже. Вот так вот. Ты знаешь, слышала ли ты когда-нибудь про Валентина Гави? Я слышала только про Брайля и про его шрифт. Ну, это тоже верно, есть таблица Брайля. Но дело в том, что Гави был его предшественником. То есть он гораздо раньше основывал школы и разработал шрифт для людей со слабым зрением. Это был рельефно-линейный шрифт Гави. Очень полезным и хорошим делом занимался. Ну, а в нашем городе традиционно проходит мероприятие, посвященное этой дате. И этот год не стал исключением. Так что, дорогие друзья, как идет подготовка к этому важному событию, мы увидим из нашего следующего видео. Песнями открыли концерт, посвященный Дню слепых. Люди, потерявшие зрение, не утратили любовь к жизни и искусству. Это стало хорошим поводом встретиться и просто пообщаться. У нас на декаде месячника Белой Трости прошли встречи со Сбербанком, с пенсионным фондом, соцзащитой. Даже была встреча у нас с офтальмологом Вербой Сергеем Анатольевичем. У нас была форма беседы, вопрос-ответ. К событию приурочена еще одна дата. 84 года городскому обществу слепых. Здесь помогают тем, кто перестал видеть этот мир. Решают проблемы в самых разных сферах. Многие участники проявляют себя как активисты, спортсмены и организаторы. Их-то и отметили на концерте памятными подарками. Круппорги у нас активно участвуют. Они получили все подарки. Они работают с людьми, со своими, те, кто находится именно, вот, приглашают на концерты, приглашают на какие-то беседы, на все, чтобы люди были в курсе всего, чем занимается общество. Поддержать инвалидов решил коллектив народной песни из села Степнова. Яркие костюмы здесь не главное. Песни и позитивный настрой – вот что нужно незрячим людям. Есть какое-то непонимание, что вот слепые, они, значит, слепые. Как бы не очень такое отношение. Понимаете, как бы. Хотя многие люди стараются, как бы, помочь. Перейти дорогу тоже, подсказать. Потому что сейчас людей переводят, получать пенсию, зарплату на карточки. А инвалиды первого группы, они не видят. И, конечно, стараемся, вот, помочь им. Такие события общество слепых организует регулярно. Поводы разные. Цель всегда одна – объединить инвалидов по зрению, чтобы те, кто перестал видеть мир, но не закрылся от него, смогли тепло пообщаться. Дорогие друзья, напоминаем, что последний осенний месяц подходит к концу. Скоро нас ждет предновогодняя суета. И ты знаешь, Оксана, это, конечно, только все звучит приятно. Предновогодняя суета. На самом деле, для мужчин это очень нервный период. Почему? Потому что ведь надо порадовать своих дорогих женщин. Это и о подарках, как я понимаю, да? Это и о подарках, потому что многие мужчины приходят в магазин, смотрят вокруг, не понимая, что происходит. Например, в ювелирный магазин могут прийти, смотреть по витринам. Долго выбирать подарок, да? А еще хуже дела... Ладно, с ювелирным украшением все понятно. Есть внешний вид, есть ценник. Ну и тут, кто выбирает, что в приоритете. Хуже дела обстоят, конечно, с парфюмерной продукцией. Как ты? Тебе тяжело выбирать духи, да? Для меня это вообще, то есть, во-первых, в магазине выбирало много людей до меня. Соответственно, запах стоит... Запах, ну, то есть, честно, для меня это событие крайне сложное. Да, ну, я с тобой согласна, это сложно, конечно, сложно выбрать духи. То есть, надо, во-первых, их выбрать, чтобы они понравились тебе, а потом понравились еще и... Женщины, конечно, да. Ты знаешь, это, конечно, да. Но, слава богу, есть люди, которые... Занимаются этим профессионально. Да, которые могут подсказать. Проконсультировать. Посоветовать. Да. В общем, друзья, о такой важной профессии мы сейчас вам расскажем в следующем видео. Веками мужчины из путешествий привозили в подарок любимым заветные флакончики духов. Новое время диктует свои правила, и теперь мы, женщины, привыкли выбирать ароматы сами. Как быть, если мужчина сделал такой подарок, но эти духи совсем не те, какими вы пользуетесь обычно? Я считаю, что на самом деле женщина должна дать шанс и этому аромату раскрыться на ней, и в любом случае она должна его послушать на себе, потому что, когда мужчина выбирал, он представлял свою женщину в этом аромате, и выбор, в принципе, он, ну, в большинстве случаев, он правильный, если мужчина именно руководствовался чувствами. Ирина Багрицкая – аромастилист. Она помогает правильно подбирать ароматы. Ирина уверяет, точно подобранный аромат может помочь в решении многих вопросов. А значит, флакончиком с духами должно быть столько же, сколько одежды, не меньше. На каждый случай свой наряд и свой аромат. Аромастилисты уверяют, слишком сильный аромат – дурной тон. Наносите его небольшими порциями на запястье и шее, или же войдите в облако, распулив перед собой. Летом интересным станет нанесение под коленку. Теплый воздух будет поднимать запах вверх, окутывая вас шлейфом очарования. Когда вы идете в магазин, выбираете себе аромат, что вы делаете? Вы наносите этот аромат себе на запястье, и через 10 минут этот же аромат наносите на второе запястье. Ароматы должны звучать по-разному. Это говорит о том, как раскрывается пирамида аромата. То есть вначале мы слышим начальные ноты, через 10 минут раскрываются ноты сердца, и ароматы должны быть разные. На полках магазинов сейчас в основном туалетная вода, а значит, время жизни аромата 4-6 часов. Ирина говорит, это даже хорошо. После рабочего дня мы спокойно можем нанести другой аромат, не опасаясь смешения запахов. Екатерина Ворона, Антон Войцеховский, Телемикс. Здравствуйте, дорогие друзья. Снова в студии мы, Илья Зазулия, Роксана Кулакова и программа «Наше всё». Сегодня в этот день отмечается День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Отвечают его во всем мире. Ну, а традиционной для уссурийска стала акция. Рассказывай, какая акция? Акция, когда людей за рулём, их внимание привлекают дети. Вот и в прошлом году ребята призывали автомобилистов не нарушать правила дорожного движения. Явку водителей обеспечили сотрудники ДПС. Но на этот раз тормозили машины не из-за нарушений. Да, а чтобы ещё раз акцентировать внимание, что за рулём надо быть максимально внимательным, поэтому, дорогие друзья, не торопитесь, бледите себя, всех, кто находится вокруг вас. Совершенно согласно. Я думаю, что это очень важная и очень нужная акция, поэтому, пожалуйста, будьте внимательны на дорогах. А вот в 2014 году во Дворце культуры «Искра» состоялся отчётный концерт. В этот раз организаторы решили не ограничиваться банальным выступлением на сцене. Получилось театрализованное представление с особым освещением, звуком, компьютерными эффектами, а также с непривычными концертными номерами. Ну, а в 2010 году, в этот день, состоялась настоящая модная дефилера, Оксана. Да. Но модные наряды были изготовлены не из дорогих тканей, а из бытовых отходов. Ну, золотые россыпи находок, именно так называлась эко-выставка. Вот так творческий подход к делу даже мусор превращает в произведение искусства. Ну, теперь решён вопрос... С подарками, да? Да. Чем порадовать? Не будем говорить. Кого? Кого? Так. Ну, знаешь... Это был небольшой экскурс в историю нашего города. Дорогие друзья, а что же хранят архивы нашего музея, мы узнаем из нашей следующей рубрики. Здравствуйте. У меня в руках ещё один интересный экспонат нашего музея, который очень хорошо знаком старым работникам лесного хозяйства. Этот прибор называется гониометр. Сейчас о нём уже мало кто, наверное, помнит. Пришли новые, более совершенные приборы. Но в своё время этот прибор очень широко применялся для лесных измерений. В основе это обычная буссоль. Видите, магнитная стрелка, шкала. Вот мы сейчас откроем. У нас она даже работает до сих пор. Которая оборудована специальным приспособлением для разметки углов на местности. Вот, посмотрите, у нас есть предметный окуляр, предметный объектив. Мы наводим его на некий объект на местности, линию, до которого нам надо проложить, и есть с обратной стороны окуляр. Направляя в соответствующем направлении эту линию, мы можем пробивать необходимый нам визир. Есть ещё одно такое же приспособление. Используя два этих приспособления, мы можем отбивать на местности любые углы любого произвольного значения. Выводим сначала одну линию, а затем по отношению к ней, используя шкалу, которая имеется на этом приборе, можем отбивать линии в произвольных направлениях туда, куда это необходимо сделать. Ну что, дорогие друзья, уже завтра вас ждёт долгожданный выходной и утро без будильника. Да. Ну а сегодня участвуйте в нашем конкурсе и выигрывайте призы. Отвечайте на нашей страничке, наш профиль в Инстаграм, наше «всё» нижнее подчёркивание «ТМ». Подписывайтесь, отвечайте, выигрывайте призы. Делайте правильный макияж, да, как было сегодня в нашей программе. Выбирайте правильные подарки любимым. Да. Да, друзья, ну и мы напоминаем, что если вдруг вы не успели на наш эфир, у нас есть повторы, а также видеоэфир вы можете посмотреть на сайте телемикс.тв. Ну и, конечно, мы ждём вас на нашей страничке в Инстаграм. Да, подписывайтесь всегда. Наше «всё» нижнее подчёркивание «ТМ». Дорогие друзья, мы совсем скоро вернёмся. Всё, что тебя касается, всё, что меня касается, всё только начинается, это наше «всё». Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!